Владимир Владимирович, мы, община мусульман городского округа Котельники Московской области, обращаемся к вам как гаранту Конституции России для защиты наших прав и свобод. 7 июля 2023 года, священный день пятницы, в 13 часов 25 минут по московскому времени, во время проведения обязательной молитвы для мусульман, к нам в помещение ворвались вооруженные сотрудники ОМОН. Не снимая уличные обуви, они врывались в помещение, где молятся люди. Проявляя неуважение к молящимся с криками, нецензурной бранью, применяя физическую силу, оскорбляли прихожан, среди которых большинство граждан России. В этот момент в наших помещениях также находились женщины и дети. Со своими действиями сотрудники ОМОН сорвали наше пятничное богослужение. На требование объяснить причину сотрудники ОМОН распылили содержимое огнетушителя в сторону прихожан. Владимир Владимирович, община мусульман городского округа Котельники создавалась при поддержке Верховного Муфтия шейха Равиля Гануддина и законно зарегистрирована на территории Российской Федерации. Одна из целей создания – это разгрузка мечети в центре нашей столицы. Мы существуем исключительно на средства прихожан и не получаем помощи от государства. Арендуем помещение на законных основаниях и официально зарегистрирована как местная религиозная организация. Владимир Владимирович, в своих обращениях вы часто говорите о тех, кто раскачивает лодку внутри нашей страны, ослабляя ее изнутри. Действия сотрудников ОМОН по заказу сомнительных людей наносят огромный ущерб межнациональному и межкоэффициентальному миру и согласию в обществе. Да, их действия происходят в это непростое для всех нас время. Когда единство народов в России так важно, хочу добавить, что наша община против нарушения миграционного законодательства. Но мы не можем отслеживать среди прихожан нарушителей закона. Это должны делать компетентные органы вне стенах нашей общины. Владимир Владимирович, мы знаем, что вы всегда поддерживаете традиционные для России конфессии. За всю историю России мусульмане всегда вставали на защиту нашей Родины. И сегодня среди прихожан есть участники специальной военной операции. Такие люди, возвращаясь домой с поля боя, чувствуют себя глубоко оскорбленными, когда видят, что дома происходит такая несправедливость. Такие действия сотрудников правопорядка по отношению к мусульманам создают социальную напряженность и раскол в обществе и отражаются на отношениях со странами исламского мира. Владимир Владимирович, обращаемся к вам за защитой. Просим вмешаться в данную ситуацию, принять жесткие меры к нарушителям закона. Давайте сохраним мир и согласие в нашем обществе. Привезли доски для строительства краевой саварной мечети города Перми. Эти доски пойдут на минарет. Благодарю всех, кто помогает, примет вашу помощь. Также призываю всех, кто еще не внес свои в лепту, пусть Аллах Таля примет. Давайте успевайте. Работы еще много. Саляму алейкум варахматуллах варакляту. Саляму алейкум варакляту.